Жителей города привела в восторг передвижная галерея в Центральном парке. В городе впервые проводятся Дни искусства Шимкент Арт Дейс. На три дня город стал площадкой для различных направлений современного искусства. В фестивале задействовали больше полусотни художников, архитекторов и любителей перформансов. Молодежь пригласили в числе первых Чингис Искаков, студент колледжа Костеева. Парень, вдохновленный предстоящей выставкой, написал картину всего за два дня. Я увидел бюст Пушкина, учил его стихи и решил написать. По настроению надо смотреть. Вдохновение можно писать неделю или один день. Недалеко от передвижной галереи свои работы дорисовывали учащиеся художественные школы. Они работали в технике пленэр, то есть рисовали при естественном освещении. По идее, молодые художники должны были изобразить окружающий мир, деревья, цветы. На деле же каждый рисовал, что хотел. Это творческий рисунок, называется «Сова». Рисую, техника, графика. Я рисую черной ручкой. Те твои фантазии, как называется, воплощать эту реальность, все эти художественные, все эти изобразительные искусства. По мне так это очень красиво. Популяризация искусства, духовных ценностей, развитие творческой инициативы среди молодежи. Призыв обратить внимание на проблемы современности. Вот одни из главных целей организаторов. «Цели, конечно, высокие. Это в первую очередь познакомить Чемкент с современным искусством, с тем, что актуально сегодня в мире, с тем, что сейчас именно в тренде этой перформансы, инсталляции, мультимедийное искусство. В Чемкенте на самом деле очень сильная художественная школа и сильные художественные традиции». Помимо художников, арт-фестиваль посетили и дизайнеры-инсталляторы. Теперь центральный парк украшают гигантское яйцо, необычная кухонная мебель и сооружение из нефтяных бочек. «Это гениально, просто шедевр. Сооружение несет в себе посыл защищать и сохранять природу. Оно как бы говорит нам – не думайте о материальном, подумайте о духовном. Примерно так я сказала бы, будь я дизайнером-инсталлятором или современным художником. Но на взгляд обычного обывателя этот арт-объект представляет собой обычные красные бочки». Атмосферу фестивалю придал настрой зрителей и энергичный флешмоб в исполнении молодежи. После завершения арт-фестиваля мы решили проверить все работы на месте и что думают по поводу новых инсталляций жители города. «Я не знаю, тут уже много раз прохожу и вот с детьми мы все угадаем, что это. Мы не знаем даже, что это. Мы с девочками решили, что это просто типа для красоты, что бочки какие-то собрали». «Вот сейчас прошел, посмотрел, не понял, бочки пустые». «Ладошки – это объединение чего-то, наверное, людей друг с другом. На одном ковре. Можно и на одном». Андеграундный художник и стрит-артер Роберт Бэнкс, искусство которого популярно в Европе, однажды в полной мере описал современные искусства одной единственной цитатой. Она звучит так. «Я рисовал крыс целых три года, а потом кто-то сказал мне, какая это талантливая анаграмма слова «искусство», «рад крыса» и «арт искусства». И мне пришлось притвориться, что я знал об этом всю свою жизнь.